ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения Планирует провокацию в районе нескольких селений В Идлебе сообщил на брифинге Руководитель российского центра по примирению Враждущих сторон Сирии Контрадмирал Александр Щербицкий По его словам, террористы намерены обвинить Дамаск в применении химического оружия Он отметил, что боевики изготовили Не менее 15 самодельных взрывных устройств Начиненных неизвестным Отравляющему веществу Их сделали в лаборатории в городе Сармада Ливийская национальная армия готова подписать соглашение О прекращении огня Но Триполи не хочет этого делать Подходы, которые позволят объявить О незамедлительном прекращении огня Согласовывая Россия и Турция Заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Сейчас Ливийская национальная армия По нашим оценкам готова подписать такой документ О немедленном прекращении боевых действий Но уже правительство и Триполи Не хочет этого делать Рассчитывая опять-таки на военные решения Отметил Лавров по итогам приговора С министрами иностранных дел Тройки Африканского Союза Египет ЮАР ДРК В формате видеосвязи По словам Лаврова Турция работает с правительством Национального согласия Ливи Надеюсь, что у них получится добиться Единственного верного в нынешних условиях решения Сказал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации С 1915 по 1923 годы Османская империя Затем современная Турция Систематически убивали более 2 миллионов христиан Полтора миллиона армян И полмиллиона сирийцев Халдеев, греков и маронитов В течение этого периода Половина населения Тур-Абдина Игора Ливана была убита Или умерла от голода Пишет Нью-Йорк-Пост По сей день турецкое правительство Отрицает этот геноцид Теперь то, что осталось От христианского наследия страны Подвергается нападкам Со стороны президента Раджипта и Пердогана Последнее нападение Исламистский лидер Хочет превратить собор Святой Софии Из музея в мечеть Завершил бы стирание христианского наследия Турции Которое началось с геноциды 100 лет назад Византийский собор 6 века Когда-то был крупнейшим собором христианства И историческим местом Православного патриарха Константинополя Восточные христиане веками считали собор Как место паломничества Его реликвии включали в себя кусочки креста На котором был распят Иисус Христос А также копье, которое пронизило их В 1453 году После разгрома исторической Византии Османы превратили собор в мечеть Как символ своего господства Над коренными христианами Турции В процессе они сквернили и заманили Ранне христианские иконы, мозаики и фрески Хотя некоторые части сохранились В 1934 году Мустафа Кемаля Татюрк Основатель советской современной Турции Превратил собор Святой Софии Из мечети в музей Как памятник всей цивилизации Однако Эрдоган ностальгирует По временам Османской империи Его план по превращению собора Святой Софии В мечеть является частью его Исламистского видения страны Полная статья доступна на нашем сайте 18-й международный театральный фестиваль Армона в этом году состоится с 1 по 10 августа Фестиваль посвящен 85-летию Великого армянского писателя Прозаика Гранта Матвещана Как передает Армен Пресс Об этом сообщила директор фестиваля Мариана Махитарян По ее словам Все спектакли пройдут под открытым небом При строгом соблюдении противоэпидемических мер Фестиваль откроет моноспектакль Заслуженные артистки Армении Нариной Григорян Буйвол поставлены по одноименному рассказу Матвюсяна Махитарян отметила, что в рамках фестиваля Будет показано 20 моноспектаклей В том числе и один детский вселенная Наш дом В исполнении Давида Еги Азаряна В фестивале примут участие актеры Нарек Багдасарян, Лиля, Мукучан, Нейра, Еди Горян, Давид Абрамян и другие Исходя из сложившейся ситуации В этом году фестиваль не сможет принимать гостей и актеров из-за рубежа Фестиваль обещает быть насыщенным Будут показаны спектакли из Франции, России, Грузии, Литвы, Украины и других стран На сегодня у нас все Далее мы представим вашему вниманию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok